Riot Games, боже, что они творят? Мне пришлось записывать пиповости прямо сейчас вне очереди, потому что я просто супер невероятно взбудоражен. Здравствуйте, дорогие мои, с вами Пиптар, пиповости, и мы сейчас поговорим про Doom Eternal, который перенесли на 20 марта. Обидно, досадно, ну ладно. Теперь поговорим про Divinity Fallen Heroes. Это куда грустнее, потому что проект заморожен. Кто не помнит, о чем речь, Divinity Fallen Heroes должна была стать такой икс-комоподобной, насколько я ее себе представлял, игрой с боевкой из всеми нами любимых Divinity и Divinity 2 оригинал синов, да? Вот, и ее заморозили, непонятно почему, ну вернее как непонятно почему, все думают, что понятно почему, потому что Лариан делают Baldur's Gate 3, и у них не хватило ресурсов, но они же изначально эти ресурсы рассчитывали, а вот теперь их не хватило. Не знаю, что будет, я очень надеюсь, что Divinity Fallen Heroes когда-нибудь выйдет, потому что таких игр, особенно в фэнтези-жанре, ну, нету, пожалуй, нету. Есть икс-ком, аналоги икс-кома, там, икс-кома второго в фэнтези-жанре, напишите, если вы знаете, мне правда очень интересно. Warcraft 3 Reforged в сеть начали утекать скриншты ролики, ролики еще нет, ролики с модельками начали утекать в сеть, потому что получилось скачать клиент, бету, альфу какую-то, зайти в меню клиента. Там какие-то еще обои классные появились, в общем, на самом деле про Warcraft 3 Reforged много всякого, можете посмотреть на профильных сайтах, там, озвучка, еще что-то. И, друзья, мне что-то подсказывает, что это еще не конец новостей про Warcraft 3 Reforged в ближайшее время, тем более близко он через две недели, ух, там будет кое-что интересное. Ну, раз уж мы про Близзов заговорили в World of Warcraft, выпустили они обновление Забытый город, ну, как обновление, они сделали доступным инст в классике, я говорю только про классику, потому что играю только в нее, приходите на стримы, смотрите, не буду сильно этого касаться. Fortnite. Fortnite, я всегда хвалил Epic Games за то, что, за то, как они делают глобальные эвенты, и они сделали конец света. Они полностью всосали карт в черную дыру, и несколько дней эта черная дыра была на экранах у всех игроков, и Fortnite не работал. Они просто взяли и отрубили у всех Fortnite, я не знаю, мне кажется, толпы детей вышли на улицу, наконец-то подышали свежим воздухом, может быть, за это время даже успели найти себе девушек и так далее и тому подобное, но, к счастью, уже вышла новая карта. Ура! И, да, там классный ролик, на самом деле, ну, как ролик, там геймплейное событие было вот во время этого конца света, кто был внутри игры, те видели конец света. И это выглядела легендарно, там, 7-минутная анимация, которую заготовили эпики просто, чтобы убрать одну карту и ввести в игру новую карту. Абсолютно бессмысленная хрень, абсолютно ничего не значит, насколько я понимаю, то есть я раньше думал, что у эпиков есть какой-то план, есть какой-то лор, но нет, они просто творят трэш и веселье. Google Стадию запустят 19 ноября, для тех, кто не знает, это облачный гейминг, то есть у вас на компьютере, у вас даже компьютера нет, вы просто покупаете вот эту штуку Google Chrome, грубо говоря, от Google, хотя, может, не грубо говоря, может, это и есть Google Chrome, я уже забыл, с геймпадом, и играйте в Google Стадию, в России сервиса нету, есть много где, в большинстве стран Европы, Америка, Канада, и, как говорят Google, уже большинство вот стартовых паков этих раскуплено. Нужны новые паки, быстрее, скорее, на помощь Google. Там еще много дополнительной интересной информации про Google Стадию, наверное, надо снова делать мне отдельное видео. Самое интересное в этой информации то, что Google обещают, что игры будут работать лучше, чем на стационарных, даже самых мощных компьютерах, и что задержка не будет чувствоваться, вообще совсем не будет чувствоваться, в том числе при помощи нейросетей, которые будут предугадывать ваш ход. И тут у многих возникает закономерный вопрос, в смысле, как, как можно это предугадать? Ну, типа, что вы сейчас нажмете прыжок, а если вы не нажмете прыжок, если вот эта нейросеть решила, что вы офигенно классно играете и начала вами управлять, а на самом деле нет. Но я думаю, что те, кто представляют себе это так, немножечко не в том направлении вообще мыслят. Мне кажется, что в идеале нейросеть будет просто предвидеть, я не знаю, десяток разных возможных ходов, и, грубо говоря, я не знаю, как это будет, повторюсь, я вот описываю, как в идеале можно убрать задержку, на мой взгляд, и отправлять вам много-много-много кадров разных, и говорить вашей консоли, ну, будем называть Google Стадию консолью, хотя это неверно, конечно. Она будет говорить, вот если он там на геймпаде нажмет этот, то мы показываем этот кадр, если он нажмет это, мы показываем этот кадр. Если то, то этот. Ну, вы поняли, да? То есть она просто заранее будет скидывать, что там дальше должно происходить в игре. Хотя, понятно, что современные игры не умеют так. Современные игры не могут отдать картинку разных версий, разных нажатий, особенно учитывая, что там может в пропасть упасть, там с боссом драться, босс может себя еще по-разному повести. Еще онлайн игры есть, как это вообще, как нейросеть может угадать ваши действия в онлайн игре, когда там еще куча людей надо их, это же невозможно. Так что, не знаю, я, я представляю, вот я вам описал, как можно сделать это в сингл играх, но интересно, что получится у Google, интересно, как они сделают задержку на 100% незаметной. Хотя, там, конечно, если у вас сервер где-нибудь, гугла, стоит в вашем городе, то понятное дело, что у вас и так задержка будет 10 миллисекунд. И так, 99,9% игроков ничего никогда не заметят, потому что вы же не замечаете задержки в шутерах, когда у вас пинг, ну, то есть, может вы замечаете, когда у вас пинг 40, а тут он будет еще меньше. Вот. В общем, Google стадия новой технологии, я вас буду ражен, кстати говоря, через боль и кровь я смог запустить GeForce Now у себя, так что обзор скоро на канале. Ну и, может быть, вы заметили, что я немножечко тороплюсь и быстро рассказываю обо всех остальных новостях, потому что... Десятилетие Лиги Легенд Riot Games отметили с невероятным... Это, это просто жесть, пацаны. Были разговоры, были слухи о том, что Riot Games разрабатывают какую-то игру. И вот, что это за игра. And we have a confession. We're making a card game. What? Карточная игра по Лиге Легенд. Будет что-то типа среднее между Хардстоном и Артефактом, но будет одна доска, не как в Артефакте. В общем, вроде как они обещают не обосраться. Вы знаете, что я очень ждал Артефакт, и теперь я очень жду эту карточную игру. Но это только самое начало, самая вершина айсберга, дорогие друзья. Моба для мобилок. Лол для мобилок. Вы скажете, ааа, кому это интересно. И действительно, никому не интересно. Также на мобилках выходит Дота Авто Чесс от Лола. Там вот этот Тим Файт. В общем, вы поняли. И это тоже только самое начало. Риоты выпускают киберспортивный симулятор киберспортивного менеджера. Наверное, один раз киберспортивный. Просто симулятор киберспортивного менеджера. Вы сможете организовать, собрать и управлять своей собственной командой. Вы думаете, что быть менеджером команды по Лолу в компьютерной игре это круто? Project A. Соревновательный тактический шутер от Риотов. Да, они делают свой овервотч. Да, это... Ух, Риоты... Но, извините, вы понимаете, что я довольно сбивчиво, да, говорю. Но я просто в восторге. Потому что всё, что они анонсировали. Практически всё. Сейчас мы ещё дойдём. Это невероятно. Это очень круто. Возможно, стоит это отдельно как-то разбирать, делать видосы. Пишите, если вам интересно. Потому что мне это очень интересно. Хотя я абсолютно не представляю, когда я успею это сделать. В общем, Риоты анонсировали свой овервотч. Теперь к тому, что мне не интересно. Project L. Я только что заметил, что названия как-то связаны друг с другом. Файтинг. По Лиге Легенд. Ну, есть вот такой вот... Очень ранняя стадия разработки. Есть такой скриншот. Не люблю файтинги. Срань какая-то. Project F. Многопользов... Это я жду очень сильно. Тоже на ранней стадии. Многопользовательский дьеблоид. Многопользовательский это не с копом. Это ММО. Они делают свою ММО. Там было рассуждение о том, что они не хотят конкурировать с World of Warcraft. Но, в принципе, насколько я понимаю, тут... Это изометрия, да, называется? Ну, как вот с видом, как в Диабло. Так что это скорее со всякими корейскими MMORPG. Вот с таким вот видом конкуренция. И это, конечно, тоже абсолютно будоражит. Я не знаю, что сделает Riot. Я надеюсь, это будет потрясающе. Это ведь, скорее всего, тоже будет все сразу локализовано. То есть официально. То есть легендарно. Потрясающе. Жалко только, что... Возможно, они слишком рано это анонсировали. Как бы они еще это не отменили. Потому что, ну, нету трейлеров. Нету ничего такого. И это еще не все. Риуты в 2020 году выпускают сериал анимационный по Лиге Легенд. По миру Лиги Легенд. И там такой достаточно короткий трейлер. Сейчас его кусочки на ваших экранах. Это невероятно. Ребята, я не знаю просто, что сказать. Он будет называться Аркейн. Ох. Ох. В общем, мы все очень сильно ждем. Ну и плюс там показали всякий новый контент для Лиги Легенд. Но кому это интересно, я хоть в Лол играю. Я даже смотреть не стал. В общем, Риуты. Ох. Мне кажется, что сейчас многие игровые компании должны напрячься. Карточная игра. Мобильная. Ну, мобильная. Ладно, хрен с ним. Срань. Дефайтинг, дьеблоид, ММО еще ко всему прочему. Менеджер киберспортивной команды, шутер. Боже мой, сериал. Кошмар. Это невероятно. Это просто что? Да. В общем, мы на пороге чего-то абсолютно невероятного. Жалко, правда, что большинство из этого ждать еще хрен знает сколько. И из-за того, что Doom Eternal перенесли мне сейчас скучно. Ну, вернее, как скучно. Я играю в Лол. Тьфу. В Двоф. У меня все хорошо. Ждем. Ждем. Наконец-то игровая индустрия, что-то затихшая. Как-то, не знаю, после лета, может быть, разразилась огромным количеством таких потрясающих анонсов. И через две недели Близкон. Через две недели Близкон. Да, что-то побери. Ждем с нетерпением. Я еще буду делать видео о том, что я жду от Близкона. Возможно, этих видео будет несколько. Друзья, большое спасибо, что смотрите видео. Большое спасибо поддержщикам. Патреонам на Патреоне. Это очень важно, что вы подписываетесь. И там вы же 1-2 доллара. Пожертвуете. Да, я сейчас прошу многих людей подписаться. Еще. На этой неделе видео будет, я ожидал, что 2, но кажется, 4. Все. Всем спасибо. Пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok